Друзья мои, второй день фестиваля Кинопроба, и у нас в гостях директор открытого фестиваля российского кино или российского открытого, в общем, кинотавра. Да, всё российское, кинотавр. Слушайте, у меня вот всё написано, Полина Зуева. И мы будем сейчас... Ну, во-первых, Полина, огромное спасибо, что вы в своём бешеном графике, хотя до кинотавра далеко... Да, никто не знает. Вот, нашли возможность. Я хочу сказать, что идёт онлайн-трансляция, и там куча вообще народу зарегистрированы и смотрят наши ковидные времена. Вот они идут, кстати, ещё, товарищи. Вот они сейчас пройдут и сядут. Некоторых мы знаем даже. Садитесь поближе, пожалуйста, потому что у вас не так много. Витя, садитесь поближе. Витя, садитесь поближе. Спасибо. Ну, поимённо, как говорится. Вот, и поскольку мы друг друга не знаем, а Полина не знает тем более, наверное, решим, как будет построен, значит, вот этот вот самый... Наш разговор. Наш разговор, да. Да, это не будет лекция. Я очень боюсь публичных выступлений. Это раз. Я плохо говорю, но хорошо делаю. Это два. Я совершенно не представляю, что вам интересно в тематике, которую мы сегодня будем обсуждать. Это три. Соответственно, предлагаю построить это как разговор, а не как лекцию и не как мастер-класс уж тем более. И будем отталкиваться от того, что вам интересно узнать о фестивалях. Я не представляю степень вашей заинтересованности и подготовленности, поэтому не совсем, как бы я немного растеряна даже, с чего начать. Поэтому вы мне подскажите, с чего начать, а дальше разговор уже, наверное, пойдет сам собой. Что бы вам было... А, сразу. Значит, про конкретные цифры я ничего никому не скажу. Значит, этот вопрос снимается с повестки сразу. Расходимся. В общем и целом, конечно, пожалуйста, но про конкретные цифры нет. Поэтому, что бы вы хотели узнать от меня, например? Ну, давайте пока вы думаете. А вот, есть вопрос, да. Так, надо... Я отдаю, да? Ну, так слышно, в принципе. А, в онлайне не слышно, да. Меня зовут Анастасия, я из УРФУ. Мы работаем, на самом деле, в одном ВУГИ с Лилией Михайловной. Ты занимаешься так? Ну, Уральский гуманитарный институт отделения УРФУ. У нас просто здесь несколько человек, представителей, которые ходят на курс эстетика бизнес-арт. И мы в рамках... А, я сейчас скоро увижу. Да, 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 да. Вот. Заранее таки познакомимся. И мы вот в рамках этого курса сюда ходим для того, чтобы что-то, может быть, нового узнать про кино. И, на самом деле, вот эта вот анатомия фестиваля, это, наверное, очень такой хороший запрос. Мы за ним сюда и пришли. То есть, например, была какая-то инициативная группа людей когда-то, да, они полюбили кино, начали делать какие-то маленькие такие, может быть, фестивали, встречи. Как это перерастает, вот большой фестиваль, то есть, в чём заключается вот эта анатомия, что это такое, да, и почему, например, кинотавр, он очень известный, да, а какие-то фестивали, их же множество проходит в различных городах, даже России такими не становятся. Вот такие обывательские у нас вопросы. Ну, сейчас вы смешали всё в одну кучу немножечко. Значит, первое, по поводу анатомии. Я долго думала, анатомия фестиваля, мне так понравилось название, которое Лилия Михайловна придумала, думаю, прекрасно. Я во многих интервью говорю, что фестиваль — это живой организм, думаю, ну вот, наконец-то я смогу раскрыть тему. Нет, нифига. Объясню, почему. Почему? Потому что нельзя приписать какую-то одну службу к работе одного органа, к сожалению. Если, например, с точки зрения немножко эгоистичной, сейчас скажу, если вы спросили, какой органом я себя чувствую, да, первое, что приходит в голову, конечно, сердце, которое качает бесконечно энергию, кровь и всё остальное. Но, с другой стороны, я ищу и печень, и почки, которые выводят весь шлак из организма, и душа, которая на самом деле не орган, но атмосфера, безусловно, важна на любом мероприятии. Поэтому разобрать конструктор по органам не совсем получится. Если интересно узнать, как вообще рождается фестиваль, в принципе, то любой фестиваль рождается с идеей, безусловно. Идея, почему фестиваль, если мы говорим про кино, да, любой фестиваль, музыкальный, художественный, любой. Но, тем не менее, идея, да, что это за фестиваль, зачем мы его делаем, это второй вопрос. И третий вопрос, для кого мы его делаем, это тоже немаловажно. Фестиваль кинотавр в основном фестиваль для индустриального зрителя, да, то есть мы не можем сказать, что это между собойчик, нет. Потому что фестиваль кинотавр — это инструмент, это инструмент для отражения действительности, да, что в действительности происходит в российском кино сегодня. Существуют ли какие-то тенденции или не существуют, какие тенденции существуют и так далее. Поэтому наш фестиваль является индустриальным, в первую очередь, инструментом, да, для того, чтобы индустрия, жюри, благодарим Лилию Михайловну, в этом году она у нас была в основном жюри. Вам спасибо. Для кого? Мы для индустрии. Вы фестиваль, если будете делать, вы его для кого делаете? Например, фестиваль, на котором мы находимся, это фестиваль, во-первых, для зрителя и, безусловно, для всех тех участников, которые приезжают сюда, для того, чтобы участвовать в лабораториях, знакомиться друг с другом, да, какую-то нет нарабатывать вокруг себя в том числе. У них есть возможность проявить себя, показать себя и так далее, чтобы дальше двигаться с делом, которое им нравится, дальше и дальше и дальше. То есть каждый фестиваль должен иметь какую-то задачу под собой. После того, как вы определились с этой задачей, зачем, для кого и почему, дальше нужно обрисовать концепцию, как вы будете все это делать, какими инструментариями вы будете пользоваться. У вас будет конкурсная программа, у вас не будет конкурсной программы. Конкурсная программа будет заключаться из полного метра документального, короткого, суперкороткого, анимации. То есть определить, если, ну будем говорить все-таки про кино, потому что оно поближе, определить как бы целевые жанры, даже не жанры, нет, наверное, все-таки форматы. Я присяду можно, а то в ногах, правда, нет. Соответственно, после того, как вы определяете некую концепцию, с которой будете двигаться дальше, дальше, собственно, и начинается работа уже самая настоящая. Не творческая, а уже физическая, тяжелая работа. Дальше вы начинаете искать всеми любимый бюджет. После того, как вы определились с концепцией, вы понимаете, из чего вам хотелось, чтобы состоял ваш фестиваль. Да, мне бы хотелось, чтобы у нас было 100 фильмов и еще 150 концертов. И да, дальше вы начинаете рисовать бюджет и понимаете, что ваши хотелки, они как бы очень хороши, но существует определенная реальность, с которой мы вынуждены жить. Поэтому дальше вы немножечко утрясаете свою концепцию и понимаете, что на те деньги, которые вы насчитали, вы можете сделать вот ровно столько, сколько вы можете сделать. Дальше вы идете эти деньги искать. Это тоже не быстро, как вы знаете. Фестиваль Кинотавр тоже совсем был не таким еще 15 лет назад, да еще и 10 лет назад. Просто с возрастом, безусловно, какую-то репутацию он наработал, и не только у государства, да, но и в основном государство мы благодарим всегда за поддержку, это прекрасно. Но еще же существуют какие-то спонсорские, вне государственные деньги, которые тоже немаловажно привлечь. Поэтому я много лет ходила с протянутой рукой, очень много. Это самое ненавистное мною занятие, доказывать, что мы хорошие и дайте нам денег. И после того, как 10 лет я так походила, люди уже сами стали стучаться. И даже кому-то я отказываю, потому что, например, колбасный завод я не могу никак презентовать на Кинотавре. То есть я могу даже придумать, наверное, как. Но мне кажется, что по имиджу это не совсем женится между собой. Но это уже я могу себе позволить сейчас такое сделать. А раньше, конечно, я бы и колбасный, и вообще какой угодно взяла. Там только бы выжить. Вот. Поэтому после того, как деньги найдены, как искать вы все знаете, я думаю. Потому что все инопроекты наверняка ищут деньги, и вы все прекрасно понимаете. Да, дальше, вот мне интересно, как вы думаете, что дальше нужно сделать? Нет, Илья Михайловна, нечестно. Да я шучу. Пожалуйста. Не знаю, вдруг мне сападет. Пожалуйста, друзья. Хороший вопрос. Работаем. С точки зрения организационной, опять же, повторюсь. Предложения же какие-то. Локейшн, хорошо, согласились, тоже немаловажно. Так. Да, я повторю микрофон, потому что найти место, и если речь про другой город, если вы базируетесь, например, в Москве, а нужно проводить в другом городе еще и договориться с местной администрацией. Но я тогда, честно говоря, сделаем ревайнд. Потому что без локейшна ты бюджет не сделаешь. Согласились, да? В зависимости от локейшна ты и бюджет будешь считать. Нет, с точки зрения, как бы, вот вы оргкомитет, вы понимаете, что вот у вас есть концепция, вот вы понимаете, что вы хотели такие программы, вот вы сосчитали, у вас бюджет 100 рублей, вот вы знаете, где теоретически. У вас их еще нет, но вы их уже приблизительно взяли. Дальше, чтобы продолжить развивать, как бы и делать, воплощать эту концепцию в жизнь, что дальше вам надо сделать? Дальше нам нужен план, или нет? Молодец. Дальше нужен план. План – это просто самое главное. Вообще самое главное в организации любого мероприятия – это план. У меня план на 100 страницах. Каждый день расписан по минутам. Кто, что, где, как. Ну, до этого мы дойдем. Это уже сильно забегая вперед. План на этой стадии, о которой мы говорим сейчас, называется таймлайн. И в таймлайн вы вписываете абсолютно все, что вы на данном этапе можете себе представить, вам придется делать. Начиная от, то есть, например, если вы заявляете свой фестиваль, вы понимаете, что должны его заявить каким-то образом. Значит, вам нужно в первую очередь сделать сайт, где будет какая-то информация, к которой люди извне смогут обращаться. Вот вы объявили тогда-то, тогда-то составится фестиваль такой-то. И дальше куда люди идут? На сайт. Значит, нужно понимать, что сайт вы начинаете делать, и вообще диджитал какую-то представленность в пространстве. Ну, это нужно прямо делать с самого начала, потому что иначе у вас нет базы никакой информативной для всех остальных. Дальше, например, вы также понимаете, вот фестиваль вы проводите в городе Омск, например, где я проводила фестиваль. Вы знаете, что люди должны быть проинформированы об этом, и не только через сайт, наверное, правильно? Через СМИ, через рекламу. И форматы рекламные меняются, конечно, сейчас с годами очень сильно, но тем не менее. Вы понимаете, что вы тоже должны это сделать заранее. Раз вы должны сделать это заранее, значит, еще кто-то должен нарисовать. Значит, это еще надо сделать заранее. И таким образом, вот такие вы бусики, я их называю, строите, которые касаются всех направлений внутри фестивальной жизни. Вы должны понять, когда вам нужно нанять на работу программную дирекцию, чтобы она успела отсмотреть фильмы, успела принять решение, чтобы вы успели собрать информацию с конкурсных фильмов, сверстать каталог, напечатать и к открытию его иметь. То есть вы шагаете каждый раз в обратном ретроградном направлении. Таким образом у вас построится некая совершенно огромная простыня из того, что вам нужно сделать. За какое время вам нужно приглашать гостей? За какое время вам нужно понимать, какое количество участников? Где они живут? Гостиницы, перелеты. То есть из вот этих всех, из этой массы факторов, вот этот таймлайн и строится. И безусловно, вы понимаете, что все эти бусики, эти колбаски в этом таймлайне завязаны один на другой. То есть если один опаздывает, то опаздывают все остальные. Потому что информация взаимопроникающая. Соответственно, вот это самое важное. Если вы этот таймлайн построили грамотно и учли все нюансы того, что вам придется сделать, то у вас уже очень-очень хороший задел есть. И дальше вы двигаетесь ровно по этому плану. Дальше после таймлайна вы должны окружить себя некими людьми, которые кроме вас еще будут все это делать. Потому что в одиночку это не поднять. И здесь тоже наступает очень интересный момент. Потому как люди, которые будут с вами работать на этом проекте, должны, безусловно, хотеть и гореть тем, что они делают. Иначе не получится ничего. Потому что это не офисная работа, это не завод, это не строительство. Это как бы очень тонкая работа, в основном с людьми, с людьми очень непростыми, скажем честно. Это все творческие единицы и творческие личности. Поэтому человек должен гореть и хотеть делать то, что он делает. Иначе, ну, это просто не получится. У нас нет норматива. Ты сегодня, нет, не пятилетка. Ты сегодня от А до Я пройди, а дальше все. Никогда не знаешь, может быть, придется два раза алфавит пройти, может быть, три. Поэтому тех, с кем вы будете все это делать, это крайне-крайне-крайне важно. Потому что это будет ваша команда, это будут те люди, которые и создают на самом деле атмосферу на вашем мероприятии. Потому что все, что мы транслируем вовне, как бы возвращается нам обратно. А совсем не наоборот. Так, давайте еще что-нибудь, мне подсказку какую-нибудь. Давай. Здравствуйте. В принципе, вопрос немножко глупый, да, возможно, но хочется задать его все равно. То есть, в первую очередь, кинофестиваль — это же кино, да и кино, которое снимают люди. И мне кажется, самый вот, наверное, такой вопрос, который волнует, да, как вот привлечь тех людей, которые создадут вот именно тот фестиваль, который вы хотите. То есть, это же мало просто придумать, я хочу фестиваль там мультипликации, да, и тут же все мультипликаторы со всего мира как-то по зову какому-то пойдут к вашим дверям, на вашу почту. Ты имеешь в виду людей каких? Людей, которые работают на фестивале или участников? Участников, да. Вот именно для создания вот этой атмосферы. То есть, я так понимаю, что фестиваль-то, он как раз-таки больше про то, кто туда приезжает и что там показывают, да, и вот создание вот какой-то, вот как вы сказали, нетворкинга, да, вот между режиссерами, актерами. А это в первую очередь зависит от той концепции, которую ты примешь. И от команды. И от команды, безусловно, тоже, потому что ты же, ну, то есть, концепция, если это анимационный, да, какой-то фестиваль или кинофестиваль, он имеет какую-то определенную тематику или не имеет, но какая-то концепция у него, безусловно, существует. Поэтому ты будешь смотреть, когда будешь искать своих участников, если ты делаешь там первый фестиваль, условно говоря, ты будешь искать сообщества, да, посетили, познакомом ли, как угодно, которые каким-то образом имеют отношение к тому, о чем ты будешь делать фестиваль. Ты не просто пальцем в небо. Это не, конечно, на троллейбусной остановке объявление повесить, у нас фестиваль, пожалуйста, участвуйте. Нет, конечно, ты будешь пулять информацию туда, где она будет востребована. И не с первого года ты добьешься того, что ты хочешь, потому что тебе тоже нужно наработать какую-то репутацию, тебе тоже нужно своим мероприятием, тоже нужно наработать. И ты должен еще предложить, что для них интересное. Вот еще, что немаловажно. Да, ты должен предложить им что-то интересное. Либо ты должен сделать какой-то такой фестиваль, такого формата и занять такую нишу, которой еще нет для того, чтобы быть эксклюзивным, да, на рынке. Либо ты должен придумать какие-то такие мероприятия внутри, да, которые дают новые возможности для тех людей, которые ездят по разным фестивалям. Они говорят, о, а вот на этом есть вот это, нет нигде в другом месте, нет возможности, например, поработать с этим человеком или встретиться с этим. Или придумать какой-то новый коллаб, или придумать новый формат лаборатории, где человек может. То есть должна быть все-таки какая-то эксклюзивность, предложение в чем-то должна быть, какая-то изюминка. Она должна быть, безусловно. Иначе все фестивали были бы похожи друг на друга, и все. Но это же не так. У меня по ходу вашего ответа еще пара уточняющих вопросов. Вот скажите, пожалуйста, приписывается ли где-то, то есть как зрителю сориентироваться, на кого рассчитан фестиваль? Вот вы сказали, что, допустим, Кинотавр — это индустриальный фестиваль. Ну, в основном, да. Ну, понятно, что опытный зритель, он, наверное, знает, кто-то любит «Оскар», кто-то любит «Золотого льва», вернее, «Канских львов», кто-то еще кого-то. То есть такие самые известные. То есть прописывается ли это где-то? Можно ли сориентироваться по какой-то преамбу, по какому-то девизу, может быть? Ну, конечно, концепция фестиваля же заявлена на сайте. У тебя же написано про что? Например, фестиваль дебютного кино. Но мы понимаем, да, что это молодые, неизвестные, свежие. То есть это вот прямо… То есть любой фестиваль всегда это как-то оговаривает и прописывает, да? Конечно. Ну и, соответственно, если кинопроба, то есть из года в год, все 18 лет — это дебютное кино, это дебютная анимация и так далее, и так далее, да? То есть это такая направленность у фестиваля. Да, это на самом деле те как раз авторы, которые нуждаются в площадке для того, чтобы заявить о себе. Это очень благородное дело. И вот в Омске мы тоже делали фестиваль дебютного кино. Он, конечно, по масштабу был гораздо меньше. Я имею в виду по программному масштабу, потому что то, что происходит в программе здесь, это не влезает ни в одну голову, только в вашу, Лилия Михайловна. Соответственно, конечно, это понятно. И опять же, зависит от того, для кого мы делаем, да? И еще один вопрос. И хоть вы и сказали, что вы ничего, никаких цифр говорить не будете, но мне очень интересна еще финансовая сторона. Скажите, пожалуйста, бывает ли такое, или может быть, это вообще норма, поскольку я вообще не знаю. Всегда бывает. Что государство финансирует какую-то часть, то есть может быть, это норма для кинотавра, может быть, это чисто какое-то частное финансирование. Как государство поддерживает или не поддерживает вот какие-то фестивали? Лилия Михайловна, может быть, и к вам тоже отчасти такой вопрос. Да, это длинный-длинный путь, это нужно формировать, на самом деле, это длинный и очень сложный путь, потому что для тех, кто будет делать фестиваль в первый раз и будет искать государственное финансирование, это будет очень сложно, потому что вы заранее, это для нас-то сложно. Условно говоря, простите за подробности, не для онлайн, мы должны подать заявку на следующий кинотавр, который пока по плану в сентябре, до 22 декабря. И в этой заявке должна быть указана такая информация, которую придумать нельзя, потому что за нее придется отчитаться, предугадать невозможно. Поэтому, тем более в годы наши нынешние, когда мы вообще ничего не понимаем, что-то будет или ничего не будет. Ну, то есть, мне сложно написать сейчас, какое количество фильмов будет в конкурсе. Я представления не имею. Более того, программная дирекция тоже представления не имеет. Поэтому, с точки зрения госфинансирования, да, это подача документов, это куча бумажной всякой волокиты, но, тем не менее, если идея не вторична, если адрес прописки не вторичен, да, не седьмой фестиваль в Екатеринбурге, то шансы есть. Шансы есть. Потом еще есть куча грантов, фондов и так далее, которые поддерживают. Да, но для этого должен быть соблюден какой-то здравый смысл все-таки, что да, благодарим фонд президентских грантов. Спонсорский врез. Для этого мы должны понимать, что я, на самом деле, когда вот продаю проект спонсорам, я всегда встаю на сторону спонсора. Я как будто с другой стороны сижу. Я пытаюсь презентовать проект так, чтобы мне самой хотелось его купить, понимаете, и потратить на это деньги. То есть я должна связать бренд и фестиваль таким образом, чтобы здравый смысл в этом во всем присутствовал. Поэтому, например, колбасный цех, он никак в здравый смысл не идет. А им нормально, им все равно. У них есть рекламный бюджет, им надо его потратить условно. Поэтому государство и все фонды, в том числе, тоже нужно что-то, что они поймут, что нужно развивать, что нужно поддержать. Вот. Ну и, конечно, коммерческие деньги. Это, мне кажется, в наших реалиях гораздо проще, чем государственные. Но не будем гневить государство. Я благодарю еще раз государство за поддержку. Но, тем не менее, как бы на одни государственные бюджеты фестиваль сложно сделать. Из чего вопросы? Группа поддержки у меня. Заготовочка. Полина, вы только что упомянули, сказали фразу, что в наше непростое время, понимаем, что два года уже все индустрии кино, в данном случае, не исключение. И кинофестивали, как первый экран, условно, теряют не только спонсорские деньги, но и возможность вообще существовать. Часть из них уходит в онлайн. Кто-то принимает гибридный формат кинотавра, этого не сделал и два года, соблюдая все меры и правила. И вопрос, на самом деле, немножечко общий, но касается темы именно анатомии фестиваля, потому что в сегодняшних реалиях многие пункты в организации изменились, усложнились. Именно вот эти кризисные моменты, как отрабатываются команды, как заранее и сколько планов вы придумываете, чтобы на случай того, что если будет, например, вообще все отменено, что вы будете делать? План Б есть всегда. Вот про наличие плана Б и про сегодняшнюю непростую ситуацию расскажите чуть-чуть подробнее. План Б есть даже на случай плохой погоды. Например, в этом году мы столкнулись с аномальной погодой в городе Сочи, где, я не буду врать, я не помню, то ли с 58-го года, то ли с 28-го года. В сентябре не было проливных дождей, тайфунов, наводнений и всего остального, а в этом году были. И поэтому каждый день у нас был проработан план Б, поскольку мероприятия, кинопоказ и все остальное проходит каждый день, включая красную дорожку, например, в дождь. Как ее проводить? Интересно. Все нарядные, на каблуках, красивые. Поэтому план Б разрабатывался каждый день, и мы договаривались все время с дирекцией. Во-первых, вот еще важный момент. Каждый день на фестивале мы проводим летучку, так называемую. Это слово нам досталось еще из телевизионного прошлого. Некое совещание, на которое присутствуют все руководители всех служб, плюс представители тех служб, у которых нет руководителей. Но это где-то человек 30-36. Мы собираемся каждый день в 9 утра и проходим все ошибки предыдущего дня и весь план нынешнего дня. Поэтому ровно в 9 утра мы решаем, когда идет, теперь, слава богу, удобно, не надо рацию с собой таскать, можно сделать чат в WhatsApp, когда идет сигнал о том, что переходим к плану Б, и тогда все службы переходят к плану Б. По поводу более масштабного плана Б, о котором я спросил. Самое сложное в плане Б в случае отмена мероприятия – это возврат уже потраченных денег. Все остальное пережить можно. Ну, то есть отменить показы, билеты, а вот отменить гостиницу уже сложно, потому что заплатил за нее за полгода вперед. Отменить какие-то спонсорские деньги, которые были потрачены на печать или на оформление или на что-то еще – это очень сложно. И если еще два года назад пункт в договоре «Форс-мажор» все пролистывали, никто не замечал его, теперь это самый главный пункт. И все теперь смотрят только туда, и он разросся вот до таких вот размеров. И это, конечно, бесконечные сложнейшие переговоры с каждым из деньгодавателей, скажем так. Поэтому в первый пандемийный год мы, когда мы вообще не понимали, что будет, сейчас ты уже был второй, а в первый мы пытались не тратить деньги до самого последнего момента, но и вскочили в последний вагон практически. То есть доля риска там была огромная, безусловно. Ну, как бы вот только так. Просчитать это невозможно. Можно я задам вопрос? Полин, скажите, пожалуйста, все-таки ваш отбор и подбор команды. Вот какие, ну, я не знаю, чем вы руководствуетесь? Дело в том, что та команда, которая работает со мной сейчас, работает со мной 15 лет. Это все одни и те же люди. Мы, честно говоря, не для онлайн, не очень берем в компанию незнакомых новых людей. Мы стараемся этого избежать, потому что мы все-таки такой слаженный организм, что пересадка почки, она может быть чревата. Приходится, безусловно. Но эти люди, которые, я, может быть, перед их съищу, ваш вопрос сейчас, которые работают со мной все 15 лет, безусловно, не работают со мной круглогодично. Они приходят все на проект. То есть мы отработали проект, и все ушли по своим разным работам, и работают там, и просто на самом деле на Кинотавр берут отпуск на своей основной работе. Но поскольку они так любят это делать, и за те крошечные деньги, которые они получают, они такое получают от этого удовольствия, они так всем этим горят до сих пор, что это дорогого стоит. — Полина, я понимаю, 15, но когда-то же был первый год. Вот это ваше интуитивное, да? — Да, это абсолютно интуитивное. Это абсолютно интуитивное. И вот в первую очередь, конечно, человек не должен любить кино, а он должен уметь работать в команде. Это раз. Это, наверное, самое главное. Потому что если в команде каждый лидер, то это мы так ничего не построим, и слона не продадим. Какие-то человеческие качества, профессиональные, безусловно. Ну какой-то опять же здравый смысл. Все вот к этому падает бесконечно. Это не то, что человек должен иметь какие-то резюме, такое рекомендательные письма. Нет. Это все человеческий фактор все-таки. Я знаю, предаст меня этот человек или нет. Могу я положиться на этого человека в трудную форс-мажорную ситуацию или не могу. Нарежные люди должны быть, потому что всякое бывает. Ну вы расставались же все равно с кем-то и как? Да, с одним человеком. Всего, да? Да. Супер. С одним человеком этот человек сделал невообразимое. Этот человек оставил копии фильмов в коробке на столе. Ну, все, мы попрощались. Да. А вроде здесь. А. Или там кто-то есть? Там есть, там есть. Ну дай возможность. Да. Нет, ну ты можешь? Я уже улыбаюсь. Уже скажи. Да, да. Здравствуйте всем. Вопрос такой. Мы говорили про проблему уже немного. И вот хочется услышать три самых жестких проблемы, которые случались на Кенотавре, и их решениях в плане организации. Можно не за всю 15-летнюю историю? Ты хохму не попросил. Ну, нет, хохму я не буду спрашивать. Хочется именно какой-то... Я не помню ничего. Именно какой-то кейс, который запомнился больше всего, связанный именно с организацией фестиваля. Ну вот сегодня мы с Лилей Михайловной вспомнили хороший кейс. Во время строительства Олимпиады все время вырубалось электричество. И во время показа однажды. Не надо. А так оно вырубалось все время, поскольку на любом кинофестивале, на фестивале, вне зависимости от того, что мы сегодня с вами обсуждаем. Самое главное — это все равно кино. И все, например, на Кенотавре построено только вокруг кино. То есть я не могу... Люди просят, но я отказываю. Например, во время конкурсного фильма параллельно не может быть у меня ничего. Конкурс — это святое. Вне конкурса уже менее святое. Но конкурс ничего не должно отвлекать от этого. Поэтому, возвращаясь к сложности, когда во время конкурсного кинопоказа вырубилось электричество в городе Сочи вообще, что это было очень тяжелое переживание. Потому что, во-первых, для жюри впечатление от фильма не испорчено, но смазано. Тут уже мы перед конкурсантом никак не оправдаемся. Форс-мажор, не форс-мажор. Второе. Понятно, что фильм нужно смотреть сначала до конца целиком. Третье. Понятно, что в программе поставить это некуда, потому что все сверстано минуту в минуту. Поэтому, вот как выходить из этой ситуации, я даже не помню, как мы из нее вышли, честно говоря, это было так давно. Но мы показывали фильм, по-моему, заново. Мы показывали фильм заново, ушли куда-то в глухую ночь, что-то нам пришлось отменить и так далее. Это было очень неприятно. А вообще, каждый год что-то происходит неприятное, более того, мы уж готовимся ко всему, мы столько лет это делаем. Но каждое случается что-то совершенно новое, совершенно неожиданное, и вообще откуда не ждешь. Значит, в этом году мы каждый день перестраивали все площадки, потому что дождь поднимал ковер и уносил, уносил все рекламные конструкции, уносил... А, однажды у нас будка, кинобудка у нас сдвинулась, вот что еще было очень неприятно. Со всем оборудованием внутри кинобудка сдвинулась, и потому что был шторм, не было дождя, а был очень-очень сильный ветер. Но на всех этих ошибках учишься, безусловно. Поэтому теперь без тройных утяжелителей мы не начинаем кинопоказ. Поэтому теперь, например, учитывая ветренность, баннеры мы не используем, мы используем только сетку и так далее. Ну, то есть с годами ты рационализируешь как-то процесс. Но как с плохой погодой бороться, я не придумала пока. Ну, мы тут с вами, наверное, будем похожи. У нас здесь недалеко, ну, блин, вы не знаете, а кто из Екатерины говорит, знает, строился Макаровский мост. Это была большая стройка. И был период, когда в Ельцин-центре постоянно отключалось электричество, когда там вбивали сваи, видимо, в землю, что-то происходило. И у нас все идет кинопоказ. Естественно, там с гостями, не с гостями, он просто свет вырубается. И мы так же вот примерно сидели и иногда начинали заново. Иногда 10 минут мы продолжаем с того момента. Но я так понимаю, что основное решение именно в ходе фестиваля это все время быть с командой 24 на 7 на связи, чтобы если что-то происходит... Да, и еще нужно мыслить очень быстро. Ты должен раскинуть сеть сразу, ментально, когда что-то соединить. Соединить и воплотить. Ну, с 15-летней историей, мне кажется, это очень легко делать, когда вы уже, наверное, друг друга понимаете с полушкола. А когда неожиданная, новая ситуация происходит? Старые никогда не повторяются, потому что мы всегда... Мы уже обстелены все соломкой так, что уже некуда стелить. А оказывается, есть куда. Или, например, вот была для меня лично, это была очень неприятная история, когда два года назад закончился юбилейный, 30-й фестиваль. Он прошел шикарно. Он был такой по духу, по атмосфере, по фильмам, не помню, но все остались страшно довольны. Ну, просто праздник какой-то. Все хорошо. Без сучка, без задоринки прошел. Просто тьфу-тьфу-тьфу, не нарадуемся. Все, все сели по машинам, в автобусы, уехали в аэропорт. Мы только сели, значит, за наш праздничный завтрак. Не тут-то было. Все рейсы отменены. Все начали звонить. Пересади нас сюда, пересади нас туда. Аэрофлот не хочу, Сибирь давай. И вот это такая была котовая себе кошмар. Еле всех отправили к ночи только. Вот это было очень неприятно. Но это от нас не зависит. Но как будто бы они уезжают с нашего мероприятия, и это послевкусие, вот это еще очень неприятно. Никто не умер. Все, слава богу. Но тем не менее, хочется, чтобы как-то все было прямо вот перфектно. С этим тоже надо работать. Парина, день добрый. Меня зовут Татьяна. Я исполнительный директор фестиваля Кинопроба. Очень приятно и рада вас видеть. Мне очень жаль, что в этом году, к сожалению, я не попала к вам на кинотабор. На то были веские причины. На то были веские причины, да. Вот. У меня вопрос такой. Мы все как-то о чем-то неприятном, что все какие-то проблемы. Я бы хотела узнать какой-нибудь, может быть, курьезный случай, чтобы как-то разбавить это. Я не помню ничего, ребят. Я забываю тут же, сразу же. Я не помню смешных историй, которых наверняка было миллион. Более того, я вам хочу сказать, если она случилась на открытии, их закрытия, я уже про нее не помню. Потому что поток информации такой, что я вот сегодня Лилия Михайловна сжаловалась. Я говорю, я на фестивале не директор, не продюсер, я диспетчер. Я работаю в диспетчерской, я коммутатор. Девушка, соедините, пожалуйста. Я почему об этом решила спросить вас, потому что у нас есть почему-то вот каждый год курьезные случаи случаются именно самым важным гостем. Да, я уже в курсе. И это почему-то вот какой-то закон подлости. Закон подлости. Я хотела узнать, может быть, у вас что-то такое. Нет, а просто в следующем году вы проверите этот список. Совсем по-другому, не так, как вы проверяли его раньше. Вот и все. Нет, ну, смотрите, когда нам приезжал Зайдаль в позапрошлом году, он заехал, специально попросился в отель центральный, он заехал туда, и именно его номер по колено затопило водой. Закон парных случаев. А для этого у меня есть такая техника, Лилия Михайловна знает. Дал задание в службе. Говоришь, отнеси карандаши. Все, забыл. Через 4 часа ты отнес карандаши? Ой, ну, отнеси карандаши. И пока проверять каждый шаг. Ты отнес карандаши? Да, пришли фото, где они стоят. Почему они стоят там? Проверять нужно все, за всеми, к сожалению. К сожалению. Вот и все. Потому что нету более сконцентрированного человека, чем Лилия Михайловна и вы. На всем на этом. Только у вас в голове вся картина. Да? У всех остальных, у службы, как бы, картина, то, чем занимается эта служба. У расселения, расселения, она не имеет представления, что с билетами на открытие. Только у вас в голове есть весь пазл. Вот и все. Поэтому никто, кроме вас, не может, во-первых, понять соединение, а во-вторых, понять, как это должно быть на самом деле. Самая главная рекомендация контролить все. По сто, по миллиону раз контролить все. Да. Да. Получается, что так, чем мы занимаемся. Доверять, но проверять. Вот так. Да, а тогда я перейду к практической части. Давай. Вопрос. Ну, вы сами же сказали, что вы диспетчер фестиваля, вы перенаправляете там, вы раздаете задания и связываете всех друг с другом. Какие инструменты вы используете? Я имею в виду именно какие-то программы, неважно. Какой самый удобный инструмент в команде Кинотавра? Телефон и все? Телефон, как я уже сказала, магическое воздействие оказывает летучка в 9 утра каждый день. Магическое. Более того, на летучке уже два года мы используем мобильный гардероб. Мы собираем со всех телефоны и, собственно, сидим живьем, общаемся. Потому что совсем attention span, что называется, как бы по-другому работает абсолютно. Телефон. Но здесь даже вопрос не во время уже самого фестиваля, проведения фестиваля, а именно во время вот этого годовой работы. Там от 22 декабря, допустим, даже раньше. Ну да, полгода мы работаем. Полгода мы собираемся на летучке раз в неделю. То есть это никакого таймлайна у вас какого-то электронного? Таймлайн у нас обязательно. Нет, есть, конечно, простыня висит на стене каждый год. Несмотря на то, что она у меня уже в голове есть, но она все равно есть и для каждой службы она есть. Тем более, что мы так привыкли по накатанной ходить и делать фестиваль в июне, что мы даже последние два года называем месяц и другим. Ну, в нашем старом марте, то есть вот так, мы настолько привыкли, что, конечно, нет, у нас все расписано очень четко. Потому что и подрядчики, честно говоря, у нас тоже редко меняются, но тем не менее следить за этим всем тоже надо. Если мы придумали, что, кстати, еще есть такая, я не знаю, будет вам это интересно тема или нет, есть же огромное количество документов, которые должны заполнить участники события, которые вы делаете, начиная от просто гостей, которые приезжают для какого-то медийного процесса, заканчивая самыми главными конкурсантами, потому что, как вы сегодня правильно сказали, правовое сознание. Потому что правовое сознание занимает очень большую часть теперь организации любого мероприятия. То есть вы, как организаторы, должны обложиться таким количеством документов, подписанных с печатями и так далее, что на это уходит масса времени, масса времени. В этом смысле таймлайн очень важен, потому что если а работаем мы с людьми, сами знаете какими, продюсеры, режиссеры, которые вечно заняты, у них другие съемки, поэтому если написано, что до 21 июня ты должен сдать так называемую регистрационную карту фильма, в котором есть все выходные данные, фамилии, как в титрах, биография режиссера и так далее, то ты должен сдать 21, потому что все рассчитано. Дальше надо сверстаться, сделать каталог и уйти в печать. Условно говоря, если мы про полиграфию говорим, и дальше тебе нужна армия людей или не армия, или один, но очень пытливый, который будет звонить всем этим людям, и говорить, ой, ну завтра, ой, ну послезавтра, ой, а продюсер уехал, печать у него, ой, ну вот это, ой, а вот это мы потеряли, ой, а вот это мы забыли. То есть вот с точки зрения таймлайна это бесценно, таймлайн бесценен, потому что иначе рушится все, одного фильма нет, ты в простое. Поэтому таймлайн обязательно. Ну так вот, где этот таймлайн? Ну то есть я понимаю, что он на стене висит, но все-таки команда работает, я так понимаю, ни в одном офисе, ни в одном помещении. Ты имеешь в виду использование Google Docs или нет? Да, то есть где вы его ведете? Потому что я так понимаю, годовой проект, ну как бы его очень сложно расписать в Excel. Я тебе скажу честно, я вообще Excel не могу. Я как бы, у меня на стене, а ребята там Google Docs, они же заполняют, бесконечно заполняют. Я так просто гляжу там на статусы и все. Но нет такого, что мы как айтишники сидим все по норам и только общаемся внутри Google Docs. Нет, это невозможно. Мы все-таки люди. Да, почему я задаю этот вопрос? Потому что мы сейчас ищем идеальный инструмент для себя подставленный таймлайн и мы его просто не можем найти, потому что, опять же, не всем удобный, одинаковый инструмент. Голова, идеальный инструмент. Голова. Да. Спасибо. Я тут еще немножечко, быстренько. Мне просто интересно внутренняя кухня, поэтому еще один вопрос. Вот служба гостеприимства, она у вас внутренняя или внешняя, которая занимается именно приемом гостей? У нас нет ничего внешнего. У нас все внутреннее. То есть это прям люди, которые у вас внутри команды работают, да? Абсолютно. Абсолютно и только. Только. Потому что любая, условно говоря, нанятая консьерж-служба не в курсе нюансов наших внутренних. Не, ну просто я думаю... И объяснить это невозможно. Да? Это невозможно устроить им мастер-класс и рассказать, как работает фестивальный организм и почему это нужно в пять, а не в шесть. Нереально. Поэтому это может быть только изнутри. люди, которые на этой кухне как бы варятся, только они могут так нарезать лук, как надо. Вот и все. А можно мне в данный момент что-нибудь на ответ на вопрос? А, Натали? Я хочу задать вопрос. Когда мы разговаривали по поводу разбора работы над ошибками, мне очень эта история понравилась. Расскажите, пожалуйста. Это тоже инструмент. значит, в какой-то момент... Открой, пожалуйста. Спасибо. В какой-то момент, не помню, сколько лет назад, я поняла, что как только мероприятие заканчивается, как я уже и говорила, оказалось, что не только я ничего не помню. Оказалось, что никто ничего не помнит. Поэтому очень полезный инструмент. Дарю вам его. После каждого приятия ни один член команды не получает зарплату. К сожалению, пришлось прибегнуть к такому жесткому шантажу, пока не сдает. Работа над ошибками. То есть, пока свежо, что называется, предание, сразу мы садимся после... Ну, каждый садится уже дома, потому что уже все лежат. И пишет работа над ошибками конкретно по их службе. Что бы они улучшили, что вот было не так. Надо следить за всем и за нюансами, и за мелочами. Просто мне сложно, например. Я для себя тоже что-то подмечаю и, безусловно, записываю. Но это очень удобная система, потому что потом, когда через три месяца мы начинаем потихоньку раскачиваться и готовить следующий, или через пять, я поднимаю эту папку и понимаю, что в службе авиабилетов надо было бы как-то обойти вот этот угол и, может быть, придумать что-то новое. В другой службе что-то другое и так далее. Это очень полезная такая штука. Возьмите себе на заметку. Вот. Что еще вам из тайн организации рассказать? Вопрос про изменения, которые происходят на кинотавре. Тяжело ли они даются? Потому что, например, каждый год фестиваль представляет что-то новое. Раньше регулярен был питчинг полнометражных проектов, после него появился конкурс дебютных фильмов и прекратился на следующий год. Потом появилась презентация платформ и сейчас диджитал проект. Ну, кино, которое производится для диджитал платформ. Кто принимает подобные решения? Вы принимаете президент фестиваля, продюсер фестиваля. И тяжело ли они даются? И сколько... Нет, решение дается совершенно не тяжело, поскольку они не какие-то придуманные, вымученные, да, а они просто лежат на поверхности. Ну, как бы, понятно, вот сейчас мы обсуждали как раз сегодня, что онлайн-платформы не только своим количеством, да, но и самое главное, не буду говорить про качество, но количеством производимого контента, да, они вышли совершенно на новый, не то чтобы даже уровень, а заняли определенную нишу в последние годы. и не обращать внимания на то, что они есть и что они делают и как они развиваются с точки зрения фестиваля, который отражает действительность того, что происходит в кинематографе. Уже даже сериалы, наверное, тоже немножко туда можно присовокупить. Было бы просто странно, согласись. Конкурс дебютных фильмов появился в том году только из-за того, что дебютов было настолько много подано на конкурс, что хотели взять все, но тогда бы не влезло все остальное, поэтому вынесли их в отдельный конкурс. Но это был всплеск одного года, поэтому на следующий год уже вернули все обратно. Питчинг, если вы помните, мы одни из первых запустили вообще на российских фестивалях. И только потом, да, и потом уже питчинг, сейчас везде питчинг, каждый день питчинг. Где хочешь питчинг, пожалуйста. Поэтому, да, мы какой-то пытаемся, во-первых, не быть в конце очереди, мы пытаемся быть в начале хотя бы, ну и как-то актуальными оставаться. При всем при том, что нам уже будет 33 года в этом году, хочется молодиться и оставаться актуальными. И вот кто предлагает такие актуальные решения? Все очень по-разному. Если, допустим, вот эти самые бюджеты, которые мы получаем на фестивале, надо обговаривать чуть ли не за год до его проведения, в какой момент появляется идея действительно как-то обновить, обновить индустрию? И насколько это усложняет? Понимаю этот вопрос. Идеи появляются в самое разное время, и на бюджет они особо, честно говоря, не влияют. Потому что все равно программа онлайн-платформ, она не основная. Между тем, да, у нас все равно останется основной программа, это основной конкурс и конкурс короткого метра. Тут уж никуда, ну я не знаю, может лет через 10 что-то изменится, если вообще, мы вообще не можем себе представить, что будет. Будет ли полнометражное кино, например. Поэтому, да, а такие вот как бы нововведения, новшества и так далее как-то рождаются у нас внутри. Мы это очень быстро обсуждаем, либо отметаем, либо в действие приводим. А появиться это может совершенно в любой момент. Платформенная история была, например, предложена почти за год, а решили делать ее почти за два месяца. Поэтому вот так. Добрый вечер. Вы сказали, что при организации фестиваля вы не сдействуете какие-то внешние ресурсы, службы. Получается, всем этим занимается ваша команда. Так вот, насколько большой должна быть команда, чтобы охватить все аспекты организации, создания фестиваля? Смотрите, на самом деле здесь кроется капкан. Потому что какой бы фестиваль вы ни делали, большой или маленький, состоит он из совершенно одинаковых частей. Совершенно из одинаковых. Поэтому народу надо много. Ну, много, не 200 человек, а все равно на каждое направление нужен человек, безусловно. Потому что какой бы фестиваль вы ни делали, у вас есть и гости, и участники, и кинопоказ, и встреча, и проводы, и транспорт, и расселение, и аккредитация, и документооборот, и все-все-все. Вне зависимости от вашего масштаба. 100 у вас картин или 10 у вас картин. Все равно эти маленькие составляющие этого механизма, они нужны все, потому что этот путь нужно пройти весь. Поэтому ответить на вопрос сложно, но люди, да, нужны, вчетвером вы не справитесь. То есть нужно просто понять... А старо шо? А старо шо? Да, вот у меня на самом деле вопрос снова в сторону контента, да, то есть как мы и говорили, что фильмы это главное. И вот со временем чем становится больше фестиваль, тем становится больше ответственность. Почему? Ответственность та же самая. Да, я просто про то, что как вот допустим какие-то спорные моменты, то есть очень много внимания приковано, да, я думаю, что все внимание, которое есть, оно приковано всегда. И как вот вы избегаете каких-то вот, ну, да, тонкостей или еще каких-то вещей, то есть чтобы фестиваль не стал беззубым в итоге, да, вот когда изо всех вот редактур, реформы или еще чего-то, то есть чтобы у нас кино было актуальным, оно было крепким, там, прорывным. Я за кино вообще не отвечаю. Люди снимают, мы показываем, отбираю не я. И я не хочу, честно говоря, это очень тяжелый аутский труд. Я отвечаю как бы за то, чтобы, более того, ни один фестиваль не отвечает за качество кино. Давайте поймем вот это, да. Любой фестиваль выбирает из того, что было подано к участию. Поэтому за качество контента не отвечает никто. Другое дело, как работает программная комиссия, да, и что она выберет. А выберет она наверняка все лучшее из того, что представлено. Ну, иначе просто глупо. Поэтому я отвечаю за то, чтобы с точки зрения устройства и какой-то презентации и организации всего этого мероприятия все было безупречно. А поскольку я еще и дева, то вообще всем очень сложно со мной. Время неумолимо бежит вперед уже, чтобы соблюдать регламент, как я тоже дева. я хочу задать его. И, наверное, у нас будет пару последних вопросов. Я к тому, чтобы все успели на следующее мероприятие. Про кино я понимаю, что организация фестиваля это, собственно говоря, взаимодействие. Я об этом сказал, когда был вопрос про план. И у меня мысль в голове сидит о том, что необходимо коммуницировать с окружением, в котором существует фестиваль. В данном случае, на вашем примере, это город Сочи, Краснодарский край, со своими особенностями, со своей администрацией. Это всегда есть. Есть и будут. Есть и будут, конечно. И они поддерживают. И у меня вопрос про взаимодействие именно, даже, наверное, не столько с администрацией города, как бы это скучно ни звучало, а именно с городом. Насколько город реагирует, насколько город помогает или не помогает и мешает. насколько они готовы участвовать в плане жизни в фестивале. Если бы не онлайн-трансляция, я бы тебе рассказала. Нет, город, скажем так, финансово город не участвует никак. Даже, наверное, просто именно как организм город. Финансово? Да, специфика города безусловна, но, во-первых, для города это тоже мероприятие совсем немаловажное, традиционное. И в этом году я первый раз в жизни даже застала экскурсию, которая шла мимо площади, на которой проходят кинопоказы. И они меня не видели, потому что я за сеткой была. А я их слышала, я их тоже не видела. И экскурсовод рассказал, а вот здесь проходит наш фестиваль Кинотавр, на который приезжает каждый год через запятую фамилию. То есть для них это, безусловно, тоже очень важно. Да, они содействуют, они помогают, но в каких-то скорее орг-вопросах, но это орг-вопросы, наработанные годами. Перенос движения, утяжелители для кинобудки, то есть такие прикладные вещи. А больше нам от них, собственно, ничего и не нужно, если честно. Вот. А это сами жители? Вот я просто... Сами жители приходят... Видела реакцию людей на бесплатные показы, условно, фильма «Человек идет за солнцем», которые сидят и подвели эту песню со слезами на глазах под дождем. Да, нет. Зрители очень любят кино на площади. У нас один из самых больших экранов как бы в стране Open Air. У нас огромный портер 2100 мест. Это прям традиция, все обожают и очень любят приходить. Единственное, что, как я уже говорил и раньше, основной конкурс, он для жителей Сочи, особенно в последнее время, как бы стал совсем недоступен, поскольку нам урезали очень количество разрешенных участников из-за сами знаете чего. Вот, раньше можно было попасть хоть как-то, а сейчас уже и вообще попасть нельзя. Здрасте. Меня зовут Аня. И я просто хотела сказать, что я сама себя считаю неформальной ученицей Полины, потому что мы были связаны на одной сценарной премии. Полина нам помогала, и мы у нее все учились. Это было почти 10 лет назад, и я помню, как Полина сама приносила баннеры, красные дорожки и этот пресс-вол буквально физически самостоятельно. А с тех пор я это так запомнила надолго, и у меня просто такой вопрос, это вообще никогда не закончится? Все время должен думать про это самостоятельно? Нет, можно. Неужели наступит этот светлый момент, когда кто-то будет отвечать за это? Понимаешь, многие могут сказать, что это плохое управление людьми, плохой менеджмент, но если мне это нужно сейчас, а человек может сделать это только через полчаса в силу своей занятости, неповоротливости, прокрастинации, или чего-либо еще, мне нужно сейчас. пойду и сделаю сама. Вот и все. Мне гораздо проще так, чем ждать. В людях, конечно. В том числе и в людях тоже. Да. Поэтому команда Лиль Михайловна не меняется уже очень давно. Именно из-за этого. Потому что я знаю, что если есть в графике, то будет по графику. И мне так спокойно, хорошо и комфортно. Последние пять копеек брошу по теме. И передам слово, потому что Саша задал вопрос про инструменты. Я хотел дать обратную связь приложению Кинотавра этого года. Да. Это к вопросу о том, что помогает фестивалю быть собственно говоря в точности максимально держать всех, кто в нем участвует. Это к вопросу после аккредитации. Да. Вопрос кого позвать и кому дать аккредитацию это один вопрос. А вопрос кто попадет в зал это уже решает условно слепой живи. Это очень удобное приложение. Спасибо за это. Но это прям мы взяли себе на заметку вот съездив туда к нам в Ельцин-центр продумать приложение на наше крупное мероприятие. Потому что чтобы вы понимали там ты регистрируешься и у тебя есть возможность попасть в зал. Ну то есть не факт, что ты попадешь в зал если ты не успел эту кнопочку нажать зарегистрироваться. Взять билет. Это очень нервно но к сожалению время диктует к сожалению свои условия. И в зал тебя не пустят если ты опоздал на 2 минуты. Вот это вот. Да. Но это мое любимое. Дисциплина должна быть во всем. Если написано что кино начинается в 18.00 оно должно начаться в 18.00. Если ты через 15 минут пришел ой я не успел я опоздал ты не успел ты опоздал. Это не извините меня блокбастер в кинотеатре с попкорном это фестивальное кино. И каждый входящий в зал мешает показу. Каждый входящий в зал после пробирающийся сквозь ряды через людей отвлекает жюри и отвлекает всех от просмотра. Поэтому с этим да очень жестко было много скандалов с очень уважаемыми людьми но я непреклонна. Надо отдать должное что эти дамы которые работают в зимнем они непреклонны тоже просто железно. Да там такая старая школа да там старая школа более того мы теперь просто закрываем дверь в здание вот и все и как бы уже дамы могут отдыхать. Да скажите пожалуйста я вот не часто посещаю фестивали но когда я посещала их когда-то у меня самолет не скоро я могу с вами посидеть если хотите я быстро то есть на платформах на таких как Кинопоиски многие другие где мы можем купить и посмотреть фильмы такие мейнстримовые я очень редко встречаю фестивальное кино есть ли вообще у этого направления в связи с нашей пандемией вообще перспективы то есть возможно ли что когда-то фестивальное кино пойдет в люди когда можно будет купить на какой-то платформе короткометраж нет подожди пойдет в люди и пойдет на платформе это совершенно не одно и то же сейчас идет в люди через платформу поскольку все меняется и мне кажется что платформы сейчас уже начали покупать фильмы безусловно потому что я так понимаю что прокатная история видимо сдулась к сожалению потому что да потому что культура смотреть кино на большом экране в зале уже у поколения следующего в большинстве своем к сожалению отсутствует мы не будем судить хорошо это или плохо это просто так поэтому я думаю что да только через ну не только но я думаю что платформа это будет основная площадка для показа этих фильмов есть еще вопросы на самом деле у Полины самолет в 11 насколько мне помнят да пожалуйста ask away это я держу в голове мне надо отчитаться где я была знаешь мама где я была это называется кстати который вот будет здесь послезавтра ой шикарный да до слез да ну что секретики еще какие-нибудь хотите знать все уже переваривайте дальше да и начнется настоящий разговор ну если Полина огромное спасибо мы еще поговорим мы еще споем огромное спасибо я думаю что все поддержат в этом спасибо безумно полезно вот особенно мне конечно вот эта история про домашние задания она мне прямо работа над ошибками да работа над ошибками это классно это я возьму обязательно на вооружение спасибо друзья спасибо